МОЛДЭЛЕКТРИКИ А поскольку наша страна закупает электричество у Румынии, то одним из аргументов властей при подписании контракта с Кучурганской ГРЭС было именно избежание в последующем подобных ситуаций. По данным украинских СМИ, сегодня рано утром Россия выпустила по стране более 70 ракет. Особые атаки подверглись Киев, Херсон, Харьков, Кривой Рог, Донецк, Запорожье и Днепр. Сразу после начала обстрелов люди принялись делиться в соцсетях видеоприлетов. В Херсоне ракета попала в жилой дом. Один человек погиб, есть раненые. Несколько домов были охвачены пламенем. Есть пострадавшие в городе Кривой Рог. Там ракета попала в трехэтажное здание, полностью разрушив лестничный пролет. Два человека погибли, трое пострадали. Из-под развалин также извлекли маленькую девочку, которая чудом уцелела. Пострадавшие и разрушенные дома есть и в Николаеве. Что ты такая... Я бы их сама просто подушила. Первый прилет был 22 сентября. Зал и кухня. А сегодня 15, прилет на спальню. Россия запустила по Украине и беспилотники. Один был сбит над Киевом. Из-за терактов в Киеве было остановлено метро, а люди укрывались от бомбежек на станциях. Города Харьков и Полтава сегодня полностью остались без электричества. Такая ситуация в большинстве регионов, подвергшаяся ракетному обстрелу. Как и в Одессе, который так и не смог справиться от атаки минувших выходных. А вчера город Херсон бомбили более 16 раз, заявил президент Владимир Зеленский. Министерство труда и социальной защиты введет механизм для проверки потребителей, которые подали запросы и получают компенсации за газ, электричество и теплоэнергию, но при этом занизили свои доходы. Если информация будет находить подтверждение, таким потребителям будут менять категорию энергетической уязвимости в зависимости от реальных доходов. Об этом заявил министр труда Марчелл Спатарь. К примеру, есть семья, у которой высокое энергопотребление, но она декларирует доход, который не позволяет ей оплачивать даже четверть своей истории потребления. Ей присвоили очень высокую категорию уязвимости. Мы сдаемся вопросом, как они оплачивали свои счета в предыдущие годы. Возможно, они не декларировали свои доходы, поэтому для этих семей в декабре мы введем еще один фильтр, который поместит их в категорию средней уязвимости. По словам главы Минтруда, около 60% домохозяйств в стране были зарегистрированы на платформе, а около 6% заявок были заполнены с ошибками. В этой связи Марчелл Спатарь призвал тех, кто считает, что им присвоили низкую категорию, подавать апелляции. Самая частая ошибка, знаете, какая была? Вместо того, чтобы отметить средний доход, люди отмечали общий доход за 6 месяцев. В таком случае понятно, что такой доход будет свидетельствовать о низкой категории уязвимости, потому что люди указывали, что имеют больший доход, чем на самом деле имеют в месяц. Что касается потребителей, которые еще не зарегистрировались на платформе и в ноябре получили компенсации по средней категории уязвимости, то за декабрь получат помощь, исходя из минимальной категории, если не зарегистрируются и в этот раз. В ноябре на платформе было зарегистрировано без малого 700 тысяч домохозяйств. Из них 80% были причислены к самой высокой категории энергетической уязвимости. Кризисы этого года выявили уязвимости государства и проверили возможности правительства. Таковы выводы членов эксперт-групп, которые представили отчеты о ситуации в стране за 2022 год. Эксперты отмечают, что помимо медленных темпов реформ вкупе со стремительным ростом цен, национальная экономика прошла через фазу стокфляции. Инфляция. Это означает инфляцию более 30% по сравнению с небольшим экономическим ростом. Такая же ситуация, по прогнозам эксперт-групп, сохранится и в 2023 году. Если в прошлые годы мы оценивали потенциал роста экономики Республики Молдова примерно в 4-5%, то сейчас рассматриваем его в районе 2-3. Этот потенциал размывается на фоне размывания человеческого капитала и на фоне все еще очень неопределенной инвестиционной среды. Согласно страновому отчету, представленному эксперт-группу, скачок уровня инфляции в нашей стране более чем на 30% является основной причиной увеличения числа граждан, живущих за чертой бедности. Установлено, что больше всего пострадали лица из городской среды. Потому что, с одной стороны, у них большая доля продукции, которая дорожает из-за инфляции, имеется в виду продукты питания и энергоносители, и при этом у них нет доходов в натуральной форме. По оценкам эксперт-групп, инфляция останется на уровне около 29% и в следующем году. Правительству рекомендовано продвигать более строгую политику социального обеспечения, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения. Если в отчете говорится, что Кабмин справился с кризисом, то анализы экспертов показывают, реализация реформ продвигается медленно и ускоряется больше внешними факторами, нежели внутренними. Когда мы говорим о внешнем давлении, то имеем в виду отрицательное давление. Например, энергетический кризис, который определил, что впервые после обретения Республики Молдова независимости возникла реальная повестка дня энергетической безопасности. Самый большой успех 2022 года – получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Однако предстоит пройти долгий путь, поскольку впереди у республики завершение реформ правосудия, государственного управления, а также усиление защиты прав человека.